Вариатором сегодня оснащаются многие автомобили. От бюджетных седанов до среднеразмерных кроссоверов. У некоторых брендов на нашем рынке это вообще единственный вариант автоматической трансмиссии. Но бытует мнение, что такая коробка ненадежна. Много чего не любит и вообще живет от силы 100 тысяч километров. Мы решили разобраться, чего на самом деле боится вариатор. Каков его средний ресурс и как его продлить. В основе конструкции этой коробки два шкива, соединенные ремнем или цепью. Благодаря этому ступеней как таковых в коробке нет. Поэтому ее и называют бесступенчатой. С вариатором двигатель всегда поддерживает оптимальные для каждого конкретного момента оборота. В итоге продлевается ресурс мотора, снижается расход топлива, а ускорение происходит плавно и без рывков, характерных для других типов трансмиссий. Есть и чисто конструктивное преимущество. Вариатор весьма компактное устройство и его можно разместить даже в тех машинах, где другие коробки передач, такие как классические автоматы, разместить невозможно. Сегодня средний ресурс самых распространенных моделей вариаторов уже вплотную приблизился к классическим автоматам. То есть 150-200 тысяч километров. Главный враг вариатора – высокие нагрузки. Причем тут неважно, любитель ли вы спортивного стиля езды с газом в пол или крепкий хозяйственник, загружающий машину под потолок и цепляющий прицепы. Дело в том, что в предельных режимах ремень вариатора может проскользнуть на шкивах и оставить задиры. Как следствие, повышенный износ. Про буксовки в грязи или снегу эта коробка тоже не любит. Но высокие нагрузки – это еще и перегрев, которого боятся все трансмиссии. Если у вас такая коробка передач, соответственно, нужно следить за температурой масла в ней, за температурой в системе охлаждения, потому что, как правило, они связаны путем теплообменника, а также чистить радиаторы. И, конечно, нужно периодически менять рабочую жидкость вариатора хотя бы раз в 60 тысяч километров. При тяжелых условиях эксплуатации, к которым, кстати, относятся и пробки, раз в 40 тысяч. Меняется она вместе с фильтрами, а проверять уровень желательно на каждом ТО. Кроме того, старайтесь не парковаться в бордюры, а после длительной стоянки первые километры избегайте резких ускорений, чтобы коробка успела прогреться. И последнее. Буксировать автомобиль с вариатором можно только при включенном двигателе. Если он не работает, вызывайте эвакуатор.